всем привет и сегодня хочу вам показать что я решил еще 2 грядки добавить и сейчас вот при помощи такого аппарата я разрабатываю целину вот этот многолетний дерн пытаюсь сейчас вскопать я вскопаю вот будет у меня эти две гряды но все продолжает расти все красиво растет вы уже видели я даже не ожидал что у вас вызовет это такой интерес поэтому мы будем разговаривать об этих вещах с вами сегодня и сейчас я отвечу на некоторые вопросы которые были заданы мне сегодня пятница и хороший день плюс 18 на улице и я хочу ответить на вопросы которые вы мне написали много разных вопросов и я думаю что я попробую на них ответить первый вопрос влад задает скажи а это специальный грудь или сколько он стоит где можно купить здесь есть почти во всех городах компании которые торгуют именно сельскохозяйственной продукцией это не только разные виды грунта это гравий песок разные разные земли topsoil навоз ну в общем всякие всякие земли и можно заказать и если от вас это очень близко то даже привезти могут бесплатно вот я заказал целый самосвал земли черный topsoil называется они мне привезли и вот я ими заполняю эти грядки анастасия спрашивает здравствуйте а вы землю специально завозите для грядок или используете с участка насколько плодородный состав земли ну как я уже сказал что земля очень разная заказывать вы можете абсолютно разную от это будет зависеть стоимость цена на землю поэтому я покупаю землю я покупаю землю чтобы наполнить хорошей землей качественной землей хотя как вы видели я разрабатываю целину вскапываю буду обрабатывать потом установлю вот эти бетс я вам покажу как это будет выглядеть концу дня так идем дальше наталья тимофеева здравствуйте расскажите пожалуйста зачем все сажать в ящики горшки почему нельзя как в россии вспахать огород и высадить это так при принято в сша или как-то регулируется законом вы знаете что наталья ничего не регулируется здесь законом вы можете на своей собственной земле сажать так как вы говорили как делается это в россии просто вскопать просто обработать у навозить но здесь вот где я нахожусь это горная земля очень много камня очень она с одной стороны хорошая но она тяжелая поэтому для таких вещей как овощи наши там морковочка бурачки там или еще что-то нужно легкая земля более хорошая земля поэтому я делаю вот эти ящики это засыпал заполняю там навозом потом землей хороший topsoil и потом уже высаживаю то что я хочу вот и это не потому что принято аккуратно посмотрите аккуратненько проходы я просыплю щебеночкой сделаю все это делается на годы это не делается на один раз вот поэтому законов нет все делается для красоты для удобства хотя у меня раньше были обычные грядки в обычных грядках я высаживал елена гурылева как же здорово вы молодец бог вам помощь мои дети демойн демойн это городок здесь недалеко рядом тоже сажают начинающие огородники потом вопрос а супруга не любит садоводство моя супруга очень любит садоводство она выросла в деревне она 7 лет на поле работала но сейчас у нее такой бизнес что она не может работать со мной здесь в огороде хотя иногда она выскакивает и здесь приходит она мною командует дает советы дельные потому что я в принципе городской парень и не все знаю как надо поэтому она с удовольствием выходные проводит со мной здесь так цветов маловато цветов ну я только второй год как живу на этом участке поэтому я начал все благоустраивать цветов у меня уже много с другой стороны дома дом я сознательно вам не показываю потому что я буду делать римадал я буду перестраивать дом я купил этот дом он довольно таки пожилой на берегу озером у меня есть выход на воду и вот этот большой участок пулакра и я начал вот с этого уголка я обрабатываю его привожу его в порядок навожу к красоту и напереди дома у меня много цветов много кустарника и в этом году я посадил гладиолусы когда зацветут я вам покажу лилии гавайские цветы и так далее цветов у меня достаточно про прививку на дыне интересно да я сам первый раз увидел это в магазине и я купил два куста они дорогие они по 7 или 8 долларов но вот уже в теплице я смотрел я потом вам специально покажу насколько обгоняет все другие помидоры обыкновенные да даже на грядке я смотрел разные по сорта по разному выглядят хотя в одной земле с одинаковой подкормкой вот так что вы можете об этом узнать и я недавно смотрел видео я видел как по моему в украине один человек мужчина который занимается выведением он прививает вот эти необычные вещи помидоры огурцы к разным другим культурам которые имеют более мощную структуру окей так что да в школе помню рассказывали как в азии арбуз прививали к верблюжьей колючке я этого не слышал но возможно чтобы из глубины воду доставала так мочалки посадить предлагают что это за мочалки я не совсем понимаю не знаю как в ботанике называется у бабушки росли вьются по забору я не очень хочу чтобы что-то на заборе висела может быть растянуть какие-то шпагаты веревки проволоки на них запускать вот виноград или какие-то другие растения потому что у нас довольно таки влажно климат довольно таки влажный и забор быстро будет выходить так сказать из строя тем более что я планирую сделать совершенно новый хороший забор так следующий вопрос евгениус травите душу так повеяло воспоминаниями 3 на 30 летней давности дачный участок 6 соток рассада навоз истые американцы тоже в свободное время выращивают помидоры может быть вы не поверите но они выращивают абсолютно все сейчас вот есть рынки есть магазины где продается рассада семена и они вот как только начало теплеть магазинах все это продается скупают американцы не только американцы как вы уже наверное знаете здесь много национальная культура здесь есть азиаты которые тоже любят заниматься на участках землей здесь из ближнего востока видел людей которые покупают что-то и высаживают здесь наши с восточной европы все занимаются этим ну не все но многие вот и американцы да у них есть фермы они выращивают в одном из моих видео я был на восточном вашингтоне и там огромные сады огромные плантации и клубника и яблоки и груши и персики абрикосы и все виноградные плантации все есть на второе название кроме evergreen state у нас еще есть второе название это не только всегда зеленый штат яблочный штат потому что у нас выращивают яблоки это так между прочим вот например орегоне это выращивают выращивают животных фермы там телят овец вот айдаха у нас считается второй белоруссией выращивают картошку ну ладно пойдем не будем отвлекаться чтобы времени растягивать дима кон говорит владимир соседу отдайте за его подгон какую-то монетку медную чтобы у соседа не перевели перевелось на земле ничего это такая примета и вы тоже когда если будете кому-то отдавать либо растение либо готовый урожай если не на продажу то тоже требуйте монетки медные не не помню если цены из меди но если центы из меди но если нет то обычно металлические тоже пойдут чтобы у вас не перевелся урожай дорогой мой дима спасибо за твой совет но я не верю в всякие забабоны приметы я вообще-то человек верующий верю в бога и верю в божье благословение оно или есть или его нет а вот монетки или вот это вот постучать или там черный кот дорогу перебежит или пустые ведра это все извини но это чушь собачья надо верить богу молиться о благословении делать все качественно то есть если ты взялся за какую-то работу ее надо делать как написано в библии как для господа то есть не не отлынивая не лишь бы как а то многие люди выполняют свои обязанности спустя рукава а потом они ожидают благословения или верят что монетка она спасет дима я тут спасибо за твой совет но он не по адресу так леди ди интересное видео не видео еще чтобы участок участок был в америке и выращивали овощи вопрос почему высокие игра грядки у вас разве так холодно нет не холодно но я уже говорил у нас земля тяжелая довольно таки и поэтому я делаю грядки но они не такие высокие 10 инчий вот так что плюс разработанная земля под низом и корневая система может идти довольно таки глубоко ну вот ребята и все вопросы которые были я конечно удивлен что даже такой ну сказалось бы незначительный вопрос вас заинтересовал и много просмотров много лайков много комментариев спасибо большое это всегда вдохновляет делать очередное видео и рассказывать и показывать вам то что происходит у нас в обычной американской жизни всем хорошего настроения здоровьечка благословения от бога не болейте до следующей встречи пока и